Благословение Господне да пребывает со всеми, кто сегодня нашел в себе силы душевные, интересные, прийти поклониться Животворящему Кресту Господню. Святые Отцы в Синоксарии на каждое воскресенье Великого Поста есть свой Синоксарий, то есть краткое отображение, рассказ о том воскресном дне, который мы с вами проживаем, и о его смысле в контексте Великопостного странствования. И вот Святые Отцы сравнивают неделю крестопоклонную, этот день с путешествием по пустыне, вот человек идет по пустыне и видит оазис, зеленые деревья в тени которых можно укрыться, видит источник, из которого можно попить воды. Точно так же и Крест Господень для нас – это то утешение, которое предлагается нам. Снова и снова посмотреть на подвиг Господа нашего, снова и снова обратиться к Нему, распятому и воскресшему. Сегодня проходило одно такое интересное событие местного значения, местного для Уржумской епархии. Есть такая епархия в Кировской области, и ее возглавляет епископ Иоанн, которого многие помнят как епископ Иоанн Домодедовский, в бытность его викарием нашего северо-восточного викариатства. Он у нас служил, приезжал к нам, такой высокий, русоволосый, очень приветливый. И в священном начале приняло решение, и когда-то, около трех лет назад, он был переведен туда. И там Господь любого такого человека творческого, он его куда-то помещает, и человек вокруг себя начинает созидательную деятельность. И вот мы помним Владыку Иоанна как человека, интересующегося краеведением. И вот он уже второй раз подряд проводит епархиальную краеведческую конференцию. В этот раз она была приурочена к 200-летию Свято-Троицкого кафедрального собора города Уржума. И вот начиная эту конференцию, Владыка, в общем-то, сказал то, о чем многие сейчас думают. Дело в том, что кому-то приглашения рассылались, я вот принимал участие дистанционно, как это тоже сейчас возможно делать. Но даже дистанционно многие сказали, мы не готовы. У нас нет ни душевных, ни телесных сил просто что-то сейчас созидательное делать, к сожалению. И вот Владыка, размышляя, открывая эту конференцию, он такие очень правильные мысли сказал, что вот на вопрос, до конференции ли нам сейчас, вроде как, какое краеведение, если каждый день мы, всякие новости, которые лишают нас мира, спокойствия душевного, все время что-то слышим, смотрим. И вот он сказал, что мы делаем, что можем, доброго и созидательного для нашего общества. Мы на своем месте. То доброе и созидательное, что мы можем сделать, что находится в нашей компетенции, в наших руках. И вот это очень важно. Даже вот мы знаем, что и в годы Великой Отечественной войны мы с вами читали книги, мемуары, как люди спасали произведения искусства, как они занимались какими-то исследованиями, как они занимались созидательной деятельностью, занимались культурой. И это сохраняло и их, и тех людей, которые были рядом с ними. И вот само по себе вот эта конференция, она действительно такое очень доброе начинание. Я с радостью согласился принять участие и по уважению к Владыке Анну, и потому что тема, которую я выбрал, она мне близка и дорога. Я обозначил свою тему выступления как историческая преемственность в деле храмостроительства храмов Северо-Восточного Московского округа в XXI веке. Это то, о чем мы с вами периодически, к чему мы с вами возвращаемся в наших с вами беседах, общениях, потому что я, как ответственный за строительство храмов в округе, иногда вам рассказываю о наших стройках. Иногда рассказываю вам о том, что доброго происходит на территории нашего Северо-Востока, о созидающихся храмах. Ведь самое главное в этом процессе не то, что храм строится, а то, что храм строят люди. И через это строительство происходит изменение душ многих людей. Кто-то жертвует, кто-то сам строит, кто-то принимает участие в каких-то работах общественных, ну, по-разному. Кто-то там, не знаю, пиарит какие-то, в хорошем смысле этого слова, какие-то добрые акции. Вокруг каждого храма возникает своя особая жизнь, свое такое, что-то свое, что-то свое доброе в каждом храме, для каждого храма. Особенно это бывает, когда все только начинается, в строящихся храмах. Но мой доклад, который я делал, он, конечно, был о такой замечательной, очень интересной теме. Мы с вами знаем, что многие святыни утрачены в Москве, и мы об этом с вами тоже говорили. И вот я вспомнил о пяти храмах нашего викориадства, которые имеют какие-то исторические корни в тех святынях, которые были утрачены. Это и храм иконы Божьей Матери Неополимой Купина в Отрадном, который построен в память разрушенного храма в центре города Москвы. Может быть, кто-то знает эти переулочки московские рядом с Мидом. Первый Неополимовский, второй Неополимовский. Вот как раз там был разрушенный храм. И по милости Божией в московском районе Отрадном этот храм как бы получил новую жизнь. Новую жизнь. Это и храм иконы Божьей Матери Отрада и Утешения, который сейчас находится в стадии проектирования на пересечении Ярославского шоссе и Московской кольцевой дороги. Храм, построенный в память о тайном домовом храме, находившемся на Ярославском шоссе, где служил ермонах Иеракс Бочаров, куда приезжал святитель Афанасий Сахаров, где были многие достойные священнослужители города Москвы, которые по разным причинам ушли в такое церковное подполье. И вот этот храм, 8 лет он находился на чердаке. Многие добрые люди были прихожанами этого храма. И священноначалье, когда принимало решение о строительстве нового храма, решило сохранить память об этом чердачном храме, об этом, можно сказать, скромном месте в новом храме, который будет строиться. Это и строящиеся недалеко от нас, вернее, уже получены разрешения на строительство, и сейчас идут переговоры об устройстве свайного поля храма у стекновения главы Иоанна Претечи в поселке Северном. Мы помним, что рядом с этим местом находился хутор Ивановского женского монастыря. Сам женский монастырь Ивановский, мы тоже помним, в 1918 году был закрыт, там был устроен концлагерь, а монахини переехали сюда, недалеко от нас, в хутор Заболотья, где жили многие до того момента, когда их выслали в Казахстан. И здесь же многие из них, они заканчивали свою земную жизнь, потому что, возвращаясь из ссылки, они приезжали к своему духовнику, к тому человеку, в котором они находили духовную поддержку и опору, и который давал им и кусок хлеба, и материально их поддерживал. Серки Малитова Ирион Удодов, хранитель главы преподобного Сергия Радонежского в годы Великой Отечественной войны. И многие из них молились и помогали в храме Владимирской иконы Божьей Матери. Поэтому это такое замечательное место, поэтому оно такое прям вот, такое хорошее место. Многие, кто бывал, отмечали его какую-то особенность и такую теплоту этого места. Потому что старцы молились, потому что там праведники лежат вот своими мощами, трое праведников, настоятелей храма Владимирской иконы Божьей Матери. И еще о нескольких храмах я говорил, и вот это очень важно, очень важно сохранять вот эту добрую память о наших святынях. И мы видим, что эта добрая память о святынях, она сохраняется в новостроящихся храмах, что те храмы, которые только строятся, они строятся не на пустом месте. У них уже есть история. Ее не надо выдумывать, ее нужно только вспомнить. И вот как раз этой теме был посвящен мой небольшой доклад, и я очень рад, что духовенство и уржумской, и вятской епархии так его очень так по-доброму восприняло. Были вопросы, как-то интересовались. Так что мы молимся о том, чтобы жизнь продолжалась, чтобы Господь поддерживал нас, укреплял, миловал, давал всем нам свои силы и давал, как я уже самое главное, силы для созидательной деятельности. Благословение Господне да пребывает со всеми нашими богомольцами. Спасибо. 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 Спасибо.